Добрый день, друзья! Не хватает времени на готовку, но хочется чего-нибудь вкусного и домашнего? Приготовьте заливной пирог с капустой. Рецепт простой, быстрый, из минимума ингредиентов, которые всегда есть под рукой. Начнем приготовление с начинки. В сотейнике нагреваем растительное масло, высыпаем нарезанную кубиком достаточно большую луковицу и обжариваем ее в течение минуты. Далее отправляем сюда нашинкованную капусту. Добавляем по вкусу соль и черный молотый перец. При желании можно добавить также молотый кориандр, либо любые другие ваши любимые специи. Жарим капусту на среднем огне, периодически помешивая 3-5 минут. Хочу заметить, что капуста у меня молодая, а если у вас зимний сорт капусты, то смело увеличивайте время приготовления в 2 раза. Даем начинке полностью остыть и в это время приготовим тесто. В миску выливаем 400 мл кефира комнатной температуры, разбиваем 2 яйца и добавляем чайную ложку соли. Перемешиваем венчиком до однородности. У меня кефир жирностью 3-2%. Теперь высыпаем пол чайной ложки соды. Снова перемешиваем. Добавляем в 2 этапа 300-330 граммов просеянной муки. Не переборщите с мукой, тесто должно быть густым, но не слишком плотным. Смотрим всегда на консистенцию теста. При необходимости муку добавляем. По густоте тесто должно получиться, как на оладьи. Дно формы диаметром 24 см простилаем пергаментной бумагой и выливаем половину теста. Лопаткой равномерно распределяем его по дну формы и выкладываем капустную начинку. Ее удобнее всего распределять по тесту равномерным слоем при помощи вилки. На капусту теперь выливаем вторую часть теста и тоже равномерно распределяем по начинке. Ставим пирог выпекаться в заранее нагретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут до сухой зубочистки. Режим верх-низ без конвекции. У меня пирог выпекался 40 минут. Достаем его из духовки и даем полностью остыть прямо в форме. При подаче пирог можно смазать растопленным сливочным маслом и украсить зеленью. Капустная начинка это, конечно же, классика. Но пирог вкусный и с другими начинками. К примеру, с картофелем и грибами, с мясом, с цветной капустой, с тыквой и с яйцом и луком. Все заливные пироги это всегда вкусно, а еще не получаются нежными, сочными, ароматными. Заливной пирог храним в холодильнике 2-3 дня, но обычно он съедается в первый день. Пробуйте, а я жду ваши отзывы в комментариях. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто». Субтитры подогнал «Симон»